друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец сегодня у нас 23 ноября и у нас есть очень важные новости из вашингтона о которых я хочу с вами сегодня поговорить и так в свете возможного вторжения со стороны российской федерации на территории украины которая американская разведка рассматривает как вполне реалистично и даже называет конкретные даты это январь-февраль 2022 года очевидно они рассчитывались что именно к этому моменту россия заканчет закончит разворачивать свои вооруженные силы в достаточном количестве на границах с украиной и вот исходя из этих соображений американская разведка предполагает это их выводы которые кстати подтверждают и главное управление разведки минобороны украины вторжение в этот раз может начаться с трех направлений речь идет о вторжении со стороны донбасса вторжение со стороны оккупированного крыма и наконец вторжение со стороны беларуси то есть в этот раз все намного серьезнее более того предполагается впервые с 2014 года тогда не применялась российская стратегическая авиация в этот раз вполне реалистично рассматривается возможность применения российской авиации нанесения бомбовых ударов в первую очередь по немногочисленным системам украинской противовоздушной обороны система пво украины как известно находится в достаточно ну скажем так печальном состоянии я здесь не открою никакой государственной тайны и путин вполне реально к сожалению рассматривает возможность нанесения бомбовых ударов там где система пво находится в частности она развернута вокруг киева для того чтобы поставить на колени президента зеленского и уже с позиции силы затем вести с ним переговоры и так предвосхищая все эти события американские союзники начали действовать судя по всему и об этом нам сообщают американский телеканал сены со ссылкой сразу на несколько высокопоставленных источников в белом доме эта информация заслуживает самого пристального внимания поскольку телеканал сены традиционно симпатизирующий демократам всегда имеет свои очень хорошие источники в администрации и в окружении президента так вот в материале который вышел в том числе и на сайте cnn и который называется сша рассматривают возможность отправки дополнительного вооружения в украину на фоне роста опасений вторжения со стороны россии в этой статье среди предполагаемой номенклатуры вооружения которая соединенные штаты могут поставить в украину рассматриваются противотанковые комплексы джевелин американские вертолеты российского производства ми-17 которые были закуплены для вооруженных сил афганистана были выведены американские минометы и наконец это сенсация комплексы стингер комплексы стингер которые призваны компенсировать недостатки украинской системы пво именно стингер могут стать тем оружием возмездия на которое у путина может не найтись ответа и эта информация крайне важно опять же повторю она сенсационно безусловно она крайне важно для понимания того как сейчас меняются подходы в администрации джо байдена и так что пишет об этом cnn вот здесь прямая цитата вашингтон может передать киеву переносные зенитно-ракетные комплексы стингер минобороны сша в свою очередь предлак предполагает отправить вертолеты российского производства ми-17 которая сша изначально покупали для передачи афганистану пока пентагон размышляют что с ними делать после вывода американских войск из кабула в августе при этом не все в администрации байдена это естественно согласны с подобным решением отдельные советники байдена не названная правда в числе которых скорее всего находится его советник по вопросу нацбезопасности джейк салливан так вот не названные советники рассматривают подобную передачу оружия как эскалацию конфликта серьезный вызов путину несмотря также на эти опасения вашингтон реально рассматривает возможность отправить в киев своих дополнительных военных советников сообщают телеканал cnn при этом журналисты сена обратились за комментариями к официальному пресс-секретарю белого дома джейн псаки которая подтвердила о том что сша продолжат предоставлять украине помощь что объемы этой помощи были достаточно большими при этом она отказалась комментировать факт возможной передачи дополнительной номенклатуры вооружения в частности ракет стингер пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи украине мы поставляем украине различные виды помощи военного и мирного характера оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет заявила джен псаки в комментарии cnn кроме джен псаки прокомментировал эту ситуацию бывший посол соединенных штатов америки в россии майкл макфол с которым я лично знакома очень хорошо несколько раз не встречался писал с ним интервью и мы вели с ним неоднократно и беседу и переписку человек кстати относящийся как называемым голубям в администрации президента обамы при котором он работал как раз таки послом в россии так вот удивительно что майкл макфол который отличается ну скажем так достаточно москвофильскими назовем так настроениями и прославился своим твитом который мы вспоминаем до сегодняшнего дня он написал я скучаю по россии вот ему это очень любят вспоминать ястребы в американской администрации так вот даже майкл макфол призвал белый дом направить в украину еще больше образцов оружия вот его твит сша должны отправить больше противотанковых ракет джевелин и уговорить турецких партнеров поставить больше вооруженных бесплодников в украину украинцы должны получить шанс защититься прекрасно да и с подобной точки зрения также согласен сенат проджер уикер по его словам новые американские вооружения дополнительные поставки в украину должны позволить украинцам справиться с российской агрессии он написал в твиттер мы должны помочь нашим украинским коллегам и дать понять что для российских военных действий в европе места нет интересно что американская военная помощь и увеличение поставок вызвали крайне серьезная озабоченность и даже истерику в кремле известно о том что министр иностранных дел россии сергей лавров провел консультации со своим турецким коллегой он звонил министру иностранных дел турции и общался с ним относительно обеспокоенности того что турция вооружают украину милитаризирует украину и усиливает способность киева естественно противостоят российской агрессии ответ турции остался неизвестен но мы можем предположить что турки не будут сворачивать свои программы военного сотрудничества известно уже о том что подписан новый контракт между украиной и турциям а дополнительных поставок новых комплексов комплексов тех самых знаменитых беспилотников bayraktar которая успешно доказали свою эффективность и в сирии и в ливии сейчас уже на донбассе и уже известно о поставке 28 дополнительных комплексов контракт на них уже заключен кроме того мотора двигатели к этим беспилотникам будут производиться в украине поэтому их в полной мере уже можно будет назвать не турецкими беспилотниками а уже украинскими беспилотниками ну и наконец глава объединенного комитета начальников штабов марк мили американский генерал которого я неоднократно цитировал своих блогах пообщался с валериям залужным командующим о вас в понедельник они провели закрытые телефонные консультации об этом просто сообщается сухой строкой о том что такие консультации прошли и тут абсолютно понятно я даже могу предвосхитить вопросы о чем они говорили я уверен что марк мили задавал вопросы какие еще образцы вооружения должны быть поставлены украину в украину каких образцах вооружения нуждаются украинская армия то есть тут как бы никакого секрета на самом деле нет и я уверен что залужный передал пожелание передал те виды номенклатуры вооружений в которых нуждаются украинская армия для того чтобы успешно противостоять российской агрессии кроме того известно о том что путина очень сильно раздражает и пугает фактор наличия американского флота 6 флота который уже зашел в черное море кроме того туда зашел как известно командный корабль 6 флота маунт-витни которая постоянно здесь дислоцируется баржирует все время вокруг побережья оккупированного крыма и путин заявил буквально следующее они настолько нагло себя ведут так настолько близко подходят что мы буквально можем видеть в бинокль да это делается также намеренно намеренной демонстрации присутствия и силы это говорит о том что американцы увеличивают концентрацию своих войск в том числе на границах с украиной в тех странах нато которая максимально приближены еще раз повторю к границам с украиной уже известно о том что великобритания перебрасывает свои подразделения в польшу как раз таки на границу с белоруссию и идет концентрация в этот раз никто не будет играться с путиным в бирюльке все прекрасно понимают опасность более того американская разведка оценивает возможности вторжения в украину намного выше чем даже 2014 году но еще раз повторю сенсации от которой будет гореть ближайшее время российских пропагандистов это тема которую они естественно не пропустят будут обсуждать обсасывать на всех ток-шоу стингеры друзья американские стингеры могут прийти в украину это страшный сон путина страшный сон российских военных если это все произойдет дай бог чтобы так это случилось по крайней мере уже факт публичного обсуждения это что это вылилось в публичное пространство он на самом деле дорогого стоит но мы я уверен с вами поддержим эту тему комментируйте пожалуйста расшаривайте это видео для того чтобы его смогло увидеть как можно больше людей поскольку война ведется на сегодняшний день на всех фронтах в том числе и на информационном и объективная информация должна попадать как можно большему количеству людей в том числе кстати и в россию для того чтобы российские граждане осознавали для себя последствия последствия возможных действий их преступного режима это что эти последствия коснуться каждого рядового россиянина правда друзья надеюсь вы все с этим согласны спасибо еще раз вот за ваше внимание друзья с вами был тарас березовец до новых встреч пока пока